Только-только ребят встал. Когда дождь, у нас стыдно, все течет. Вплоть до того, что мы закапливаем соседей. Само жил по боям из мастера залазит на лес. Мы не боимся, просто упасть в комнату. Юлия в один момент чуть не лишилась двоих детей. Теперь вся семья спит валетом на одной кровати. Женщина приобрела эти апартаменты в 2015 году под материнский капитал. Вот здесь, по идее, у нас должна быть душевая. Но если мы поставим маленькую ванну, мы спустимся вниз. Мы берем вот тазик. У кого какой. У меня вот тот был сын, этот найден. Вот так вот на кухне закрылись, поставили, налили воды. Дом в центре Новоалтайска построен еще в 1936 году. В нем поехали окна, фундамент, дышат наладан крыша. В 2017 году здание признали аварийным и пообещали до 28-го года расселить всех жителей, пока никому не выделили новое жилье. В администрацию позвонила, когда вот только обвалилась администрация, надо мной, там посмеялись, а когда вы купили? Я говорю, в 15-м. Я говорю, в 15-м году под материнский капитал. Она мне, ха, вы чё, и чё вы мне смешите-то, нафига вы его покупали? Мне на что хватило, то я купила. Ремонт у новоселья здесь ждут и те, кто живет на Октябрьской. 18 более 20 лет. Я вот здесь спала ночь, просыпаюсь, на голову капает дождь. Мне аж страшно, думаю, это я на улице, что ли, сплю. И вот это вот скоро упадет вот здесь вот, уже заметно, что. Прямо оно больше и больше становится, всё шире и шире. Ну, правда, как сиськи висят, чё скажешь. Ну, вот они, вот они большие. Большие формы приобретают и проблемы с расположением дома. Примерно в 100 метрах железная дорога. От такого соседства трясет уже не только людей, но и сам дом. А недавно рядом еще и началась стройка. Люди боятся, как только здесь начнут вбивать сваи, их дом сложится, как карточный домик. В администрации Новоалтайска заявляют, тут либо ждать до 28-го года, либо снимать жилье. Всем собственникам было направлено уведомление о том, что в срок до 1 июля 2018 года собственникам необходимо провести отселение из занимаемого помещения. Очевидно, что люди купили жилье в этом доме не от хорошей жизни. И если бы у них были лишние деньги на аренду, они бы уже давно сняли квартиры и без совета чиновников. А еще очевидно, когда-нибудь блуждающий дом не выдержит и махнет вслед проезжающему поезду. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День с толком.